«Я — это книги, и именно по ним меня должны знать и судить. Только по книгам писатель занимает свое место в истории», — сказал Евгений Пермяк. Библиотека номер 18 Северного округа поможет вам глубже понять творчество Евгения Андреевича Пермяка. Евгений Пермяк родился в 1902 году в Перми. Кстати, эта фамилия всего лишь псевдоним, который писатель возьмет в будущем в честь родного края. А при рождении он был в Висов. Родители Евгения были обычными тружениками. Отец работал на почте, мать на ткацкой фабрике. Так получилось, что мальчик уже в первый год своей жизни был вынужден уехать из родного дома. Вместе с матерью они отправились в соседний город Воткинск. Там он очень близко познакомился с бытом обычных работяг, тружеников, заводов и рудников. Его тетя работала на одном таком предприятии, и он часто после школы проводил время рядом с ней. Евгений Пермяк даже впоследствии вспоминал, что познакомился с мартеновскими печами раньше, чем с букварем, а с инструментами задолго до того, как выучил таблицу умножения. Евгений бегал с ребятами по улицам, играл в индейцев и мечтал в будущем выучиться и освоить какую-нибудь профессию. И писателем он тогда не помышлял стать. В Воткинске Пермяк окончил церковную школу, а после устроился на работу. Он пробовал писать как прозу, так и стихи, и у него неплохо получалось. Во всяком случае, молодого человека стали печатать сразу в нескольких газетах «Звезда» и «Красное прикамье». Правда, своих работ юный писатель немного стеснялся, поэтому подписывался псевдонимом «Мастер Непряхин». В 1924 году Евгений Пермяк начал учиться в Пермском университете на педагогическом факультете. Но литературную деятельность не бросил. Вместе с другими студентами он организовал живую театрализованную газету. Евгений Андреевич написал много пьес. Некоторые из них имели завидную театральную судьбу и шли в театрах не только Урала, но и Москвы, Ленинграда, Одессы. После окончания учебы Евгений Пермяк перебрался в Москву, где стал работать драматургом. В то время вышли его две знаменитые пьесы «Перекат» и «Лес шумит». Они очень полюбили зрителям. Но так получилось, что главный толчок в писательской карьере Пермяка дала Великая Отечественная война. Его, как и многих жителей Москвы, в 1941 году эвакуировали с Свердловск. И туда же отправились многие известные писатели того времени. Среди них Лев Кассиль, Агния Барто, Федор Гладков, Ольга Высоцкая и многие другие. И все они, естественно, общались между собой. Так Евгений Пермяк обзавелся крайне полезными знакомствами. И, что еще более важно, он начал приобретать бесценный опыт от своих более знаменитых коллег по Перу. Но еще более важную роль в становлении Пермяка как писателя сыграл Павел Бажов, который в те времена возглавлял Свердловскую литературную организацию. Они не просто общались по профессиональным вопросам, они стали хорошими друзьями. В 1946 году выходит первая книга Евгения Пермяка под названием «Кем быть?». Это большой сборник рассказов, который объединен одной целью – рассказать детям о различных профессиях, показать, что в каждом занятии есть свое очарование, и приучить юных читателей к тому, что надо всегда упорно трудиться, чтобы добиться результата. Подобную тематику писатель продолжает и в других своих произведениях для детей, среди них «Дедушкина копилка», «От костра до котла», «Сказка о сером волке», «Замок без ключа», «Горбатый медведь» и многие другие. Больше всего любил Евгений Пермяк писать сказки. Он их считал основой литературы для детей. В его сказках присутствует самое, что ни на есть реальная жизнь. Она лишь обличена в форму сказки, где действуют злые и добрые персонажи, где между ними всегда происходит борьба и где всегда побеждает самый добрый, самый умный и умелый. Евгений Пермяк создал особый тип познавательной сказки. Достаточно прочитать одни названия сказок, чтобы понять, о чем хочет рассказать он своим читателям. «Как огонь в воду замуж взял», «Как самовар запрягли», «Кто мелит муку», «Быль-не-быль про железную гору», «Притча про стали, чугун» и другие. В сказках Евгения Андреевича самые, казалось бы, обычные и привычные вещи приобретали сказочный, волшебный образ. И становилось понятным, что делает чудом огонь, воду, кусок руды, простой камень. Это чудо – человеческий труд. В своих сказках Евгений Пермяк умел рассказывать о самых сложных явлениях. Сказка о стране Терре-Ферра – книга о значении железа в жизни человека. Но она еще и об истории нашей страны, о борьбе с темными силами, с гнилью и ржавчиной. В чем секрет мастерства? Как стать настоящим мастером своего дела? Какова цена человеческого труда? Как стать самостоятельным? На эти и другие вопросы учится отвечать малыш, если читает рассказы и сказки Евгения Пермяка вместе со своими родителями. Короткие истории о непослушных и любознательных девочках и мальчиках звучат очень современно и поучительно. Пичугин мост. По пути в школу ребята любили разговаривать о подвигах. Хорошо бы, говорит один, на пожаре ребенка спасти. Даже самую большую щуку поймать и то хорошо, мечтает второй. Сразу про тебя узнают. Лучше всего на луну полететь, говорит третий мальчик. Тогда уж во всех странах будут знать. А Сема Пичугин ни о чем таком не думал. Он рос мальчиком тихим и молчаливым. Как и все ребята, Сема любил ходить в школу короткой дорогой через речку Быстрянку. Эта маленькая речка текла в крутых бережках и перескакивать через нее было очень трудно. В прошлом году один школьник не доскочил до того берега и сорвался. В больнице даже лежал. А этой зимой две девочки переходили речку по первому льду и оступились. Повымокли. И тоже к реку всякого было много. Ребятам запретили ходить короткой дорогой. А как длинной пойдешь, когда короткой есть? Вот и задумал Сема Пичугин старую ветлу с этого берега на тот уронить. Топор у него был хороший, дедушкой точеный. И стал он рубить им ветлу. Нелегким оказалось это дело. Уж очень была толста ветла. Вдвоем не обхватишь. Только на второй день рухнуло дерево. Рухнуло и легло через речку. Теперь нужно было обрубить у дерева ветви. Они путались под ногами и мешали ходить. Но когда обрубил их Сема, ходить стало еще труднее. Держаться не за что. Того гляди упадешь. Особенно если снег. Решил Сема приладить перильца из жердей. Хороший мастишка получился. Теперь не только ребята, но и все другие жители стали ходить из села в село короткой дорогой. Чуть кто в обход пойдет, ему обязательно скажут. Да куда ты идешь за семь верст киселя хлебать? Иди прямиком через Пичугин мост. Так и стали его называть Семиной фамилией. Пичугин мост. Когда же ветла прогнила и ходить по ней стало опасно, колхоз настоящий мосток перекинул из хороших бревен. А название мосту осталось прежнее – Пичугин. Вскоре и этот мост заменили. Стали спрямлять шоссейную дорогу. Прошла дорога через речку Быстрянку по той самой короткой тропинке, по которой ребята бегали в школу. Большой мост возвели. С чугунными перилами, такому можно было дать громкое название – бетонный, скажем, или какой-нибудь еще. А его все по-старому называют – Пичугин мост. И никому даже в голову не приходит, что этот мост можно назвать как-то по-другому. Вот оно как в жизни случается. Книги Евгения Андреевича Пермика широко известны не только в нашей стране, но и во многих странах мира. Они переведены на многие языки, и вместе с ними продолжается жизнь старого и мудрого наставника.